добрый день добрый день всем сегодня у нас 22 2 февраля 22 21 21 наверное понедельник забыла по моему 21 февраля понедельник 2022 года надо же посмотрела еще какое сегодня февраля и вот забыла ну ладно как бы видео не об этом мою видео ветер у нас такой сильный-сильный ветер ночью был сегодня прямо всю ночь сейчас тоже смотрю и погода как-то не очень такая грустная немножко пасмурная вот ну и в общем то как бы сказать и ветрено тоже и прохладненько видимо там на улице я так выскакивала белье стирала повесила его сушиться выскочила посмотрела обратно заскочила смотрю уже время обеда готовить надо ну в общем постараюсь долго не разговаривать потому что в принципе хотелось немножко а тут как-то вопрос был даже не один а два о моем питании я конечно кулинар еще тот я это как-то тут рассказывала тут кулинар еще то есть как бы особо меня такого ну каких-то кулинарных там изысков я ничего такого не делаю ничего такой не готовлю вот но за питанием конечно за своим я слежу это 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 да всякое было в моей жизни когда в россии жила жила я в холодном таком регионе уральском регионе как естественно все это знают кто живет холодных таких вот регионах хорошо знают что когда зима у нас слишком длинная лето слишком короткая и конечно же когда наступала зима естественно организм то он требует как бы сказать ну такой более плотной еды чтобы и согреваться и теплее было но это всем понятно это как бы такое все знают это но естественно как там кушали конечно больше много я кушала не были у меня периоды когда я и поправлялась очень сильно однажды как-то доктор не описывал ну там гормональные какие-то таблетки период такой был у меня в жизни ну я еще я так боюсь до гормональные пить спрашиваю доктора говорю а у меня не будет что потом вес не появится лишний доктор дни от нет от этих ни у кого не появляется это нормальные таблетки но нет оказалось все наоборот и меня очень сильно я очень сильно стала поправляться прямо очень сильно когда началась таблетки употреблять медикаменты стала сильно поправляться вот но отказалась я тогда помню от них и произошел такой странный эффект я очень и очень сильно похудела просто кожа и кости ничего абсолютно не делала а похудела очень очень сильно вот но когда я приехала во францию естественно у меня и питание поменялось и то другое питание и другое какое-то отношение к идее все как-то по-другому ну и конечно же уже с возрастом как бы ну когда мы начинаем возраст наш начинает то есть с каждым годом мы не становимся моложе с каждым годом мы становимся старше даже все знают и чем старше мы становимся темы но мне кажется чаще у нас получается такое что как бы ну наверное какие-то гормональные там сбой я не знаю тоже не медик и в общем-то килограммы набираются вес набирается поэтому ну всяко было у меня немножко набирала немножко сбрасывала вот ну умею умею и знаю знаю как игру про себя знаю знаю как на каких диетах нужно сидеть знаю это только ну работает только для меня потому что некоторым говорит господи как ты можешь на таких жестких диетах сидеть правда уже наверное года три на этих жестких диетах я не сидела раньше я периодически там ну значит ем нормально потом допустим ну две два три месяца делаю какие-то там определенные диеты потом опять в какое-то время ем нормально потом опять в общем-то и худела сильно сильно худела ну во первых я невысокая ростом у меня метр пятьдесят девять я уже где-то это говорила и для людей невысокого роста там два-три килограмма они очень заметны вот если человек высокого роста женщина и у нее как-то два-три килограмма они в общем то принципе незаметны вот а для меня нет для меня прямо это ну какой-то катастрофа и поэтому как бы ну в общем то что я хочу сказать приехала я во францию я весила где-то 46 47 килограмм а вот а потом ну так набрала в общем сейчас у меня где-то 51 52 53 килограмма это зависимости еще от времени года к зиме ну видимо так организм у всех работает набираются килограммы килограмм 2 он обязательно набирается к лету он как-то ну улетучивается но вообще-то что я хочу сказать о питании вот у меня жалюк он такой он вечно у него вечный такой аппетит он ест очень хорошо много хлеба ест употребляет много хлебом мест и масло ест сливочное вот он у меня мясо ему обязательно нужно там рыбу обязательно ну может быть это потому что его организм он как бы вот борется но как бы ну как это сказать в общем то это такой хороший признак когда у человека хороший аппетит вот то есть организм ему требуется ну хорошее питание я же значит я же я как женщина как ну в общем то я не ем не хлеба вообще не ем сахара вообще здесь что еще но все остальное я в принципе и а жирного тоже я стараюсь не есть жирное я не ем но мясо я кушаю мясо я кушаю потому что у меня такая врожденная аниме я как бы я разговаривала с доктором говорю что если мне вот вегетарианкой стать и доктор сказала сказала что нет это невозможно потому что у меня врожденная аниме эти так вот родилась с аниме и вот так сейчас я секундочку подалью водички мой в моё мясо готовлю я часто тоже мясо у нас так с женю к у нас такая в общем то такое ну такой распорядок такое правило нашего питания мы с ним значит кушаем в неделю обязательно один день вот и или устрицы морепродукты 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 или море фрукты или значит мы кушаем мидии мури мидии мидии вкус или устрицы смотря какой сезон то есть вот эти морепродукты или креветки это обязательно раз в неделю обязательно иногда и два получается дальше мы кушаем обязательно один раз в неделю рыбу обязательно я готовлю рыбу потом обязательно курицу раза два в неделю мы кушаем обязательно птицу там курицу или птицу то есть два раза два раза получается ну и получается три раза вы мясо едим мясо какое мясо мы едим я вот я лично не люблю мясо говядины говядины ну не люблю я его потому что если готовить для жанлюка ему нужно с кровью французы же не едят вот хорошо прожаренное мясо с кровью я не люблю оно и не полезно и я его не люблю не полезно оно я считаю что оно вызывает нехорошие болезни ну не я считаю и доктора так считают и моя дочка доктора она например тоже мне советует не есть это мясо с кровью а да еще на неделю мы еще используем кушаем обязательно значит не два раза получается мясо два раза мясо и один раз еще кушаем я люблю очень печень да или это маленькие куриные там печеночки и желудочки там еще что-то ну или печень говяжью свиную я как-то не очень люблю что-то как-то не очень она мне нравится ну вот значит наше такое питание очень много мы кушаем рис я люблю очень рис всяких всякий разный и тонкий и значит большой но круглый и тонкий и круглый в общем-то и тайский и там какой у нас еще есть в общем короче вьетнамский там я не знаю много много-много иногда смешанный рис рис там бурый еще какой-то есть рис красный вот то есть я рис люблю и каждый раз что-то с рисом готовлю меня жанрюк раньше он год но я ел рис но так много как мы сейчас рис едим он никогда не употреблял вот а я люблю мне нравится также очень люблю замороженные овощи вот люблю ну вот допустим сегодня мясо готовлю и вот сделаю замороженные овощи вот это у меня брокколи замороженная брокколи вот сделаю приготовлю замороженные брокколи можно там крючковую фасоль приготовить тоже люблю очень ее можно допустим шуфлер цветную капусту замороженную то есть мне это нравится вот я сейчас показала да вот этот пакетик опять же не мне старт так неэстетично вот пакетами трясешь ну ладно в общем извините что трясу пакетиками дело в том что как я уже где-то говорила биопродукты я не верю вот я лично не верю но никого и не осуждаю если кто-то любит биопродукты ну люди любят я в органику верю биопродукты я не верю и считаю что они настоящие билл ну это как бы такой вопрос спорный это кому-то нравится кому-то не нравится кто-то предпочитает кто-то не предпочитает значит так вот что ж я еще сказать хотела пюре пюре я использую иногда да мы даже как-то показывал ну крайне крайне редко пюре крайне редко картошку картофель как бы ну не знаю оно как бы ну не знаю я картофель как-то не очень часто но кушаем кушаем раз в неделю обязательно кушаем иногда суп я готовлю такой с рикадельками муж любит очень у французов его как-то они не пользуются популярностью так с рикадельками не были как не готовят а я готовлю муж любит ему нравится вот что еще мы кушаем такого что же мы еще кушаем то есть наше питание оно такое простое я каких-то таких сложных соусов никогда не готовлю то есть все так это потому что мне так кажется это на мой взгляд что все вот эти сложные соусы они также дают ну килограмм будем так говорить килограмм вот иногда иногда участвовать кстати использует для моего мяса как говорят мясо у меня свинина но но свиное мясо здесь во франции она постная как-то кто-то даже из тут докторов как-то каким-то доктором тоже моя подруга ходила моя французская подруга и тоже спрашивала потому что у нее больная печень и она у доктора у своего лечащего спросила говорит о ком мясо мне нужно кушать вот этот лечащий доктор сказал и мясо употреблять свинину потому что свинина не жирная и зачастую и принципе свинина бывает менее жирной чем говядина здесь вот так и сказали я так была удивлена честное слово было удивлена думаю надо же как никогда бы не подумала что вот так может быть ну вот так 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 доктор сказал не знаю правда это или не правда добавлю сейчас свое тоже наверно некрасиво показывает тут ну в общем добавлю в свое вот такое масло вот такое масло кусочек у меня уже добавлю свое мяско потому что это с приправами из чесноком масла вот для вкуса немножко чуть-чуть добавлю чтобы такой вкус получился много использую тоже всяких специй там лук как я где-то уже тоже говорила порежу так лучок все это с вином с красным кстати много использую красное вино для приготовления там мяса и для приготовления рыбы очень часто используют белое вино во франции такое даже существует специально для приготовления пищи такие специальные бутылки пластиковые с этим вино пластиковый или на это такие они как бумажные как из под молока вот что-то такие бутылки спитные бутылки или пакет его пакет нашла слова а так часто использую вот для мяска для своего там еще для чего-то белый перец использую и паприку использую и и не за это мята орегано это наверное мята мяту использую люблю очень для мяса и персиль петрушку сушеную и даже вот перчик ой ай это не перчик ай это чеснок сушеный чеснок вот много всего туда на на ложу такой вкус хороший а качу черный перец добавляю соль муж ест без соли он не любит соль вот ну не любит он есть все без соли но я считаю что это тоже не совсем но соль нужно употреблять я считаю что нужно немного но чуть-чуть надо ну не знаю в общем муж и соль не любит ну вот такой видео опять такой длинная получается вот это все что я хотела сказать о моем о моих продуктах о моем питании тут как бы сразу так все не расскажешь потому что много получается длинное видео получается очень я люблю шоколад конечно я его ужасно люблю но вот я его стараюсь не покупать потому что если покупаю я его начинаю есть у меня прямо это как для меня что-то как а в общем мой организм не знаю можно ли такое слово сказать но не буду говорить мой организм он это воспринимает как вот я только съела что-то сладкое я уже не могу остановиться поэтому я себе говорю или не покупаю покупай очень маленький там шоколадку и все вот так вообще любишь тоже сразу поправляться начинаю шоколад кушаю поправлять мне даже посмотреть на шоколад я уже начинаю поправляться вот так вот а еще кстати 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 еще я использую масло какое мат на каком масле жарю жарю я или на масле оливковом или иногда у меня почему-то вот хочется я слушаю мой организм вот мой организм хочет покупаю я такое масло кокосовое кокосовое масло и на нем тоже жарю говорят он очень полезно не знаю я даже иногда его потребляю и на лицо делаю на лицо как это сказать наношено лицо вот это масло говорят оно то полезно говорят потому что так слышала вот в конце этого видео я вставлю маленький маленький кусочек как французы кушают устриц это для одной женщины подписчицы которая у меня спросила попросила показать как французы кушают устриц но сразу прошу прощения потому что может видео не очень эстетичная почему потому что это уже были остатки наших вот этих устриц там пять штук муж оставил пять или шесть штучек оставил открыл эту устрицу значит скушал у него там масло упало ну в общем может в следующий раз я сделаю это как-то покрасивее ну ну вот так получилось ну прошу прощения все мы люди все в общем-то ну ну вот так это я ведь снимаю эти на мои видео они не не профессиональные профессиональные фильмы это просто видео из моей из нашей жизни как снимают так вот показ ну этом я заканчиваю спасибо большое за внимание пишите мне буду очень рада читать ваши комментарии и отвечать вам пока пока до следующего видео и для одной моей подписчицы специально мой муж хочет показать она это одна девушка женщина хотела знать как французы кушают устриц настоящие французы кушают устрицузы кушают вот мой муж сейчас открывает одну устрицу моно мультию кушают и по сути конец по донкли русс вот так как он не может ты лув он фей ловье он купил И как вы, Француз? меньше. А потом, мы возьмем пин и биржу. Так. И морсовый бирж. Питер марсовый бирж. А потом, петер марсовый бирж. Так. Питер марсовый бирж. А потом, мы копаем литров. Так. Так. Оп. Ха-ха-ха. Бон? Ты забываешь, может быть, лицетром? Нет? Мы можем добавить литровый бирж. Лучше, мы можем добавить литровый бирж. Но это не так же. Литровый бирж не так же. Это бон? Да, это бон. Мы можем добавить литровый бирж. А. То есть, настоящие французы. Или как кумо. Кумо. Онион и шалот. Кумо. Ой, ой, ой. Это очень-очень хорошо. Вот. Мерси баку. Мон амур. Вот он рассказал, как настоящие французы кушают устрицы. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.